у меня спрашивают для воров играть обеззаловка было сейчас но было если вор не умеет играть не знает разных игр то значит он не полноценный как-то на него смотрели раньше была обязалка потому что ничего не собиралось для воров в зоне что выиграл то твое что воры угостили поделились то твое не было такого что собирается вообще кирка ну собирались воровской собиралась ну это ограничено люди кто сами воровали кто этим занимались они сделали заряжали все организовали а то что сам выиграет что ты имеешь вот и все поэтому игра была обязательно для каждого вора обучался прежде чем мне какого-то вора что-то посвящение прошел я его научу в карты играть чтобы он где бы не попал он мог себя прокормить вот и все вот и все это было главное для вора ты же не будешь воровать там но в основном насчет за счет игры жили это было главное когда было игры много когда каждый из колоды карт ходит по зоне игры море особенно трясёй играли все все знали что такая тряся и это была самая быстрая самая воровская игра тряся мог развести колоду как хочешь на любую примочку вот и все и если человек выиграл в карте он знал что человек способен везде выжить а если он нихуя не может обыграть никого ну ну он ущербный короче считаться что неполноценный вор воры все были охуительные сдал такие выигры в прямочках в обмане в любом это было первое что вор учился попадая в зону то мы с этом можно было жить вот и все Продолжение следует...